В сегодняшний день мы вспоминаем всех от века усопших православных христиан. Каждый из нас стоял у гроба близкого человека. Каждый из нас провожал последний путь своих родных, дорогих нашему сердцу людей. И вот сегодня мне хотелось бы напомнить всем нам о двух очень важных забвениях. Первое забвение – это забвение современного мира о смерти. И второе забвение – забвение современного мира о победе над смертью. Мы забываем, что мы очень короткий путь земной жизни живем в этом временном мире. Строим планы на будущее. Игнатий Брянчанинов советовал жить свой день таким образом, что он может стать последним. «У завтрашнего дня хватит своих забот», – говорит нам Священное Писание. Поэтому каждый из нас должен помнить последнее своя. «Помни о смерти и вовек не согрешишь», – говорит нам Священное Писание. «Когда у нас еще все впереди, мы не думаем о покаянии, о посещении молитвенного и предстоянии в Божьем храме. Мы думаем о многом, только не о главном, о последнем своем. А если бы мы думали о том, что жизнь наша может прекратиться сегодня. Посмотрите, в каком безумном, в каком непредсказуемом мире мы живем с вами сегодня. И думаем, будто уже не будет войны, будто не будет голода, не будет холода, не будет гонений. Мы уже привыкли жить комфортно. И о смерти уже практически никто не помнит. А вот это и есть самое главное забвение современного мира. Церковь нам напоминает поминальными субботами, родительскими поминовениями, что нужно помнить о том мире вечности, который ждет каждого из нас. Святой преподобный Исаак Сирин говорил, «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что его земной жизни есть предел». Вот разумные люди, которые не думают, что я буду еще и жить и наслаждаться. Твоей жизни положен предел. И тот человек разумен, кто помнит о том, что этот предел может наступить в любую минуту. А потому он старается исправить свою греховную жизнь, покаяться в грехах своих и, приближаясь к Богу, преобразить свою душу. Мне хотелось бы напомнить сегодня слова святого апостола Павла, которые он обращает ко христианам, а значит, ко всем нам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о умерших, чтобы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие упования». Этими словами он говорит, чтобы мы, попечалившись, поскорбев, но не продолжали эту скорбь долго, потому что мы, христиане, имеем удивительное упование. И дальше продолжает. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершим во Иисусе Бог приведет с ним». Вдумайтесь в эти слова. «Умерших во Иисусе Бог приведет с ним». Значит, всякий верующий во Христа не умирает. Значит, жизнь жительствует. Вот о чем должен вспомнить забывший мир о победе над смертью, о победе, победившая мир, вера наша. Христос победил смерть и нам даровал живот вечный, и нашим родным, и близким. Вот почему сегодня мы просим Христе Божию покой всех от века усопших православных христиан. Мы верим, что жизнь за гробом существует, и наши родные живы. Вот почему наше моление не бессмысленно. Тогда зачем было бы приходить, если бы все закончилось с земной жизнью человека? Зачем поминать, зачем молиться, зачем петь, зачем Бога умолять, когда все закончилось смертью? Но смерть побеждена смертью Иисуса Христа. И мы приходим всякий раз, и церковь, как заботливая мать, напоминает нам. Не забудьте то, что вы обещали у гроба близких людей. Память их в рот и рот. Вечная им память, но человеческая память очень коротка. И мы забываем поминать своих усопших. И вот церковь, как мудрая мать, созывает всех в своих верных чад и напоминает. Придите, помяните своих усопших. Они живы. Потому что у Бога нет мертвых. У Бога все живы. И вот сегодняшняя поминальная суббота еще раз подтверждение того, что столько людей пришло в Храм Божий, чтобы помянуть своих усопших. Чтобы помолиться за солдат, которые погибают сегодня. За тех, кто сегодня в тылу даже не понимает, что там происходит. Живут, как прежде. И не молятся за наших солдат. А я еще раз напомню вам. Давайте, дорогие братья и сестры, прежде чем отойти ко сну, лечь в удобную постель, вспомним о тех, кто сегодня на фронте. В снегах, в окопах, в блиндажах, в землянках холодных и сырых. И перед сном хотя бы по поклончику положим земных. Господи, спаси тех, всех, кто сегодня в плену. Тех, кто сегодня на передовой. А потом еще помолиться, воздохнуть. Мы не знаем их имена, Господи. Ты имена их знаешь. Все, кто погиб. Вот в эти минуты, пока мы с вами молились, знаете, сколько погибло наших ребят? Помяни их, Господи, во Царствие Твоем. Ну и завершить мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, тем, что является для нас, христиан, самым главным. Напоминанием о любви. Ведь любовь никогда не перестает. Вы слышите, она никогда не заканчивается. Если мы любили наших родных и близких, это не заканчивается и не должно завершиться их земной жизнью. Мы должны после смерти наших родных и близких всегда молиться о них. Как за живых мы молились. И когда они перешли за порог этой временной жизни, молиться за их упокой. Они ждут наших молитв. И когда мы отвечаем на их ожидания, им становится легче. Сегодня каждый из вас облегчил участь тех, кто находится там, за пределом этой временной жизни. И они искренне благодарны нам с вами сегодня, тем, кто собрался и помянул их. Поминать – это значит раздавать. Не пить, не гулять, не собираться, не пьянствовать, я напомню. А приходить в церковь и приносить свои скромные поминовения. И каждый не просто покушает, да, вот то, что приносится, а еще поминет и скажет, Господи, упокой всех тех, кто сегодня поминает своих родных и близких. Царствием Небесным, вечный покой. И даже через вот эти молитвы тех поминающих нашим сродникам будет радостно там, в том мире. Вспоминальные субботы вас, дорогие. И да благословит всех вас Господь, помнящих о смерти своей, помнящих о победе над смертью. Не забывайте об этом никогда. И тогда нам Господь обязательно поможет пройти эту земную жизнь и победить смерть.